Камера, мотор. Камера идет. 2,25, 1,4. Окопы, палатки, кавалеристы, лес в окрестностях Погребищ превратился во фронтовую зону периода Великой Отечественной войны. Все это декорации для новой картины «Птица счастья». Готовились к съемкам на протяжении месяца, изучали историческую литературу, прорабатывали каждую деталь. Так, например, костюмеры старались учесть все нюансы, чтобы погружение в 1941 год стало полным для зрителя. Мы находились на киностудии «Мосфильм» в костюмерном блоке. И весь день это все время перелистывание горы страниц в интернете, изучение каких-то деталей, как крепились петлицы, как выглядели шинели, покрой. Да, много приходится читать, изучать. Картина «Птица счастья» повествует о судьбе четырех друзей, чье детство прошло в Уральском детском доме. Их юность заканчивается 22 июня 1941 года. Война разделяет их, проверяет каждого на прочность. Евгений в фильме играет одного из главных героев. Этого актера зритель мог видеть в таких сериалах и фильмах, как «Молодежка», «Перевал Дятлова» и многих других. Для Евгении это уже не первая картина про войну. По словам актера, самое трудное в таких сценариях – именно подготовка к роли. Подготовка к роли – это большой процесс. Сама по себе подготовка. Потом еще очень много всего ты узнаешь и фиксируешь на этапе производства, внутри сцены, внутри разбора, внутри обстоятельств. Или даже открытия у тебя могут быть на уровне локаций, в которых ты работаешь. И, конечно же, очень много всего остается в тебе, как в человеке. Сценарий к фильму написал режиссер Игорь Богатурья. В нашем регионе снимать он решил этим летом, как только увидел фотографии районов и областной столицы. Кроме лесов в районе деревни Погребища, съемки проходили и в Суздале, который и вовсе стал основной локацией. Авторов он привлек своей атмосферой и живописностью. Сам облик города, тот же Суздаль, да и Владимир, в большой степени, они все еще хранят в себе эти кусочки прошедших эпох. Да, для кинематографистов это большой подарок. В России не так много мест, где можно снять, слава говоря, первую половину 20 века, тем более 19-й, 18-й и далее по списку. Съемки и фильмы во Владимирской области длились почти два месяца. Все это время кинематографистам помогали власти региона, сотрудники МЧС и Владимирский киноцентр, а также другие организации региона. Всего «Птица счастья» будет состоять из четырех серий. Выпустить ее планируют примерно через год. Субтитры создавал DimaTorzok